Добрый день! Меня зовут Люба и я рада приветствовать вас на своем канале Любопытный Нос. Сегодня я расскажу вам о черных платьях от бренда Guerlain. Если кто заметил, у меня немножко поменялась обстановка, я по-другому решила поставить себя. И на меня смотрят теперь две лампы. Если кто-то мне напишет, как вам это нравится, не нравится, лучше это стало хуже, я буду рада. Итак, черные платья от Guerlain. Ну, во-первых, я скажу, что я Guerlain очень люблю, очень люблю этот бренд, мне очень нравится. Ну, в общем-то, наверное, нет ни одного аромата, который бы меня как-то отталкивал или который бы я считала каким-то неудачным. Они у меня, конечно же, не все есть, безусловно, но такие основные я очень постараюсь их как-то хотя бы в какой-то маленькой дозе или в каких-то маленьких миллилитрах иметь у себя. И что касается черных платьев. Мне черные платья очень нравятся. И я всегда с интересом, если есть возможность, я нюхаю. Они ведь выпускаются, наверное, с 2012 года. Вот. Если есть возможность, я хотя бы их нюхаю, потому что, ну, если честно, многие они похожи друг на друга, но для знатоков, для коллекционеров именно черных платьев, безусловно, есть отличия, безусловно, они находят для себя что-то новое и интересное. И сегодня я расскажу вам вот о таком маленьком наборе миниатюр. Вот он таким вот, коробочкой, таким кубиком. И расположены они были не вот так, не в рядок, а вот в кубике вот так вот четыре аромата. Значит так, весь интерес и вся интрига будет на конце этого видео. Это новый аромат, новая черненькая платьица 2019 года. Вот. Здесь в этом кубике четыре коробочки. Это черное платье основное. Вот первое выпущенное. Это черное платье синее, которое Сулеван. Это Navi True, синенькое, причем это парфюм Intense. И черное платье еще коктейльное. Коктейльное, я не помню, по-моему оно 2016 года. Но в описании я все подробно пропишу, напишу, потому что я знаю, что некоторые ориентируются по этим платьям как-то для себя по годам выпуска. Так вот, начну я с основного платья. С моего самого любимого. Это вот просто маленькое черное платье. Маленькое черное платье, которое... Короткие там платьицы. Ну, как я вот вам расскажу, по форме платья его определю. Значит, это у нас 2012 год. Рукавчики фонариком и такие маленькие бантики. Не длинное платье. Самое такое обычное базовое платье. Я на мой нос, на мой взгляд, или потому что оно у меня первое, потому что оно у меня есть в большем объеме, не только в миниатюре. Мне оно нравится больше всего. Там очень красивая вишня, там дымность такая, бабы тонко, там есть ирис, там лакричник, который вот такую вот сладость придает интересную, роза. И вот все вместе. Но, безусловно, на первом месте это вишенка. Это вот такой дымчатый, вишневый, классный аромат. Очень такой антидепрессант, такой, ну, мне нравится его носить. Я его могу носить и весной, и зимой, когда холодно. В общем-то, я могу его носить в любое время года. Он не, никогда не дает какую-то такую громкую ауру. И в то же время не могу сказать, что он сидит как-то так очень близко. Нет, его заметно, он, наверное, узнаваем. Но не могу сказать, что так узнаваем, как Леви Эбель. То есть черные платья, они все-таки где-то в стороне немножечко. Вот это черное платье, обычное. Назовем его так. Было тоже в этом наборе. Так, едем дальше. Следующее, которое я считаю интересным, и которое я слышала, что его многие любят, кому не нравится сладость в черных платьях. Хотя, в общем-то, аромат довольно сладкий. Это у нас вот тот самый Суви Ван, который на ветру. Платье по форме, если кто помнит, вот где Мерлин Манро стоит, и снизу у нее под платье поддувает воздух, и она его держит, пытаясь опустить. Вот оно такое по форме. Без плечиков, как, я уже забыла, как называется этот вид выреза, какой-то американский или голливудский вид вот этой выреза платья. Для меня этот аромат не очень сладкий. Хотя у меня он Eau de Parfum Intense. Он для меня больше почулиевый. То есть сначала это почули, ну вот я так ощущаю, а потом уже сладость. Там ваниль, сахарная вата, малина там хорошо ощущается и черника. То есть аромат такой, как вам сказать, сложный, игривый, интересный. Я бы его не назвала дневным. То есть он скорее такой на вечер, на, может быть, для какого-то мероприятия. Он довольно стойкий и стойкий, сложный и раскрывающийся по-разному. Ну вот на мне, например, он раскрывается суши и так зеленей, почули, почулистей, почули, не знаю, как это сказать. Но, то есть на мне сладость, она такая скрытая, затаённая, какая-то такая интересная и глубокая. Это вот, что касается вот этого платьица. Платьица, как у Marlin One Robe. Синий плакончик. Некоторые его, по-моему, синим называют. Я не знаю, есть ли ещё чёрные платья синенькие. Так, следующий, тоже очень интересный аромат. Это La Petite Robe Noire Maroc Cocktail. Это коктейльная платьица. Это которая вот совсем без плечей, такое декольтированное. Совсем открытым декольте. Что я вам скажу про этот аромат? Я его ощущаю как более свежий, как более весенний. Там даже такая кислинка есть. То есть там уже роза, яблочко, всё та же самая вишня. Но вот уже с таким каким-то весенне-зелёным кисленьким немножко придыханием. Тоже очень интересный. Похож, конечно, похож на своего прародителя. Они все, в общем-то, похожи. Я знаю, что у него тоже есть любители. Те, кто любит ароматы посвежей, полегче. То есть это тоже узнаваемое чёрное платье. Но я бы так сказала, более... Там яблочко есть, там нота яблока. Более такой яблочный, кисленький, может быть, чуть-чуть цитрусовый какой-то вариант. Но всё равно это чёрное платье. Так. И вот она новинка. Это бархатное платье. Это 2019 год. Ну, так я вам скажу. Когда их выпускается очень много, каждый год, и, по-моему, не по одному в год. Там есть ещё какие-то limited edition. Там есть ещё какие-то с более нарядно оформленными флакончиками. То я ждала, если это бархатное платье, я ждала, наверное, чего-то более интенсивного. Более тяжёлого, в хорошем смысле этого слова. Более нарядного. И всё-таки хотелось, чтобы оно как-то, ну, я думаю, что когда выпускается каждое следующее чёрное платье, всегда хочется, чтобы оно как-то отличалось и был какой-то новый интересный нюанс. Аромат интересный, аромат хороший, аромат сладкий, ягодный, ну, ягодный, в смысле фруктовый. Но даже не фруктовый, вишенка, там как основная нотка такая, вишня и миндаль. Так вот, вишня с миндалём в этом аромате меняется. Миндаль больше слышно, вишня где-то больше на заднем плане. И я бы сказала, что вот этот флакончик ближе всего к оригиналу, из вот этих моих четырёх, он больше всего похож на оригинальное чёрное платьице, на то самое 2012 года. Но оно более лёгкое, а вот оно ведь бархатное, да? Как на мой нос, на мой мух, оно более лёгкое, оно какое-то более весеннее. Ну, вот как вам сказать, это более молодой такой вариант, вот моложе как будто. Вот тот же аромат, та же вишня, но не такая ещё яркая, не такая интенсивная. Тоже вишенка, но вот этот вот миндаль, он же немножко напоминает такую, как косточку, может быть, вишнёвую. Вот какой-то такой недоаромат. Так, ещё хорошим, как бы, в моём понимании, что не настолько интенсивный, не настолько вишнёвый, но всё равно он очень похож. Если сравнить. Ну, да. И ещё есть такая приятная нотка, которая ему даёт ещё такую, какую-то весенность, какую-то такую молодость и, ну, как бы, более светлый. Вот если по цвету, та вишня такая более тёмно-розовая, а это такая вишня светлей, как вот аромат светлей. И, может быть, немножко там от черешни что-то есть. И там есть фиалочка. Вот фиалка даёт вот такую тоже лёгкость какую-то. Все вы знаете, что фиалка иногда даже придаёт каким-то ароматам немножко шипровость. Нет, здесь шипровости такой нет. Но какая-то такая цветочность, лёгкость, она появляется. То есть это тот же первоначальный, тоже первоначальная чёрная платьица, только больше миндаля, фиалки, розы там, наверное, есть. Ну, как бы, не то, что облегчённый. Нет, он не фреш, он не такой, что вот цитрус и что-то такое. Нет, просто он облегчён немножко в цветочно-миндальную сторону. Вот я бы так сказала. Это вот новинка, это 2019 год, это морок пилюр, это бархатная платьица. На нём изображено таким полу, как вот рукавчик между безрукава платья и короткий рукав, совсем такой, как он называется, вот отсюда. Рукавчик и платье с запахом, с запахом, с поясочком. Вот я всё подробно напишу, какой год, какое платье. Ну, вот это последнее, 2019 год. Кто любит оригинал, очень любит оригинал, вот попробуйте его, он на оригинал похож, вот этот аромат. Но будете удивлены приятно какими-то новыми нотками. Вот на сегодня это всё про чёрные платья от Герлен, которые я очень люблю, которые мне нравятся. И которые вот появились у меня четыре новых флакончика. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»